В Тверской семье Азизовых трагедия. На глазах у родных людей умерла 47-летняя женщина. В редакцию телеканала Тверской проспект обратилась ее дочь, которая пытается выяснить, что это было. Стечение обстоятельств или халатность врачей? Наш корреспондент Мария Шалованова встретилась с семьей, их юристом и выслушала комментарий представителя Следственного комитета. Что не делать? Ну не вернешься человеку уже. Шамсидин Азизов до сих пор не может смириться с потерей жены. Она умерла у него на руках в ночь на 31 октября. Все началось еще днем, когда Нина Александровна сообщила дочери о плохом самочувствии и попросила приехать за ней. Алена сразу вызвала скорую помощь. Женщину доставили в шестую горбольницу. Терапевт, осмотрев пациентку, решил, что необходима консультация дежурного кардиолога и отправился за ним. Минут через 20 терапевт вернулась. Она сказала, как видите, я пришла без кардиолога, потому что он отказался спускаться. Я начала возмущаться, спросила, как его зовут, где он находится и сама туда побежала. Увидела медсестру, попросила, чтобы меня позвали к кардиолога. Не могу сказать, что он там точно говорил, но в стиле, что меня нет или скажите что-то, что придумаете. По словам Алены, она упросила кардиолога спуститься к ней в приемное отделение. Но осмотрев пациентку, врач сообщил, что не видит никаких проблем со здоровьем, говорит дочь погибшей. Он сказал, что никакие лекарства не нужны. Нужно делать рентген тогда, смотреть. Возможно, это погода, усталость, какие-то, может быть, перенервничала. Вот что он говорил. От госпитализации тоже он отказался. Он сказал, что нет, не нужно госпитализировать. Вот приезжайте и делайте утром рентген. Дойти самостоятельно Нина Александровна смогла только до третьего этажа своего дома. И на это у нее ушло 40 минут. Но вскоре ее состояние вновь ухудшилось. Я увидела, что она начинает терять сознание, она заваливалась прямо на ступеньке. Я бросилась сюда, схватила ее за плечи и пыталась привести в чувство как раз вот на этом месте. Он говорил, что ей больно, шум в ушах, очень сильно головокружение и, естественно, это большая слабость. Алена вызвала бригаду скорой второй раз. К этому времени успел приехать и муж женщины. Приехал скорый помощь. И вот этот момент, эта самая дочка спрашивает, а у вас есть насилька? Говорит, какие насильки, вы о чем говорите? Нету никакой насильки. И вот я говорю, как человеку плохо. Найдите кого-нибудь и поднимайте, как хотите. Мы не можем ничего. Нину Александровну все-таки донесли до квартиры. Медики измерили ей давление и дали 10 таблеток глицина. Госпитализировать отказались. Но уже ночью, когда семья спала, Нина Александровна разбудила мужа. Ей вызвали скорую в третий раз. Скорый кричал, почему вас не положили в больницу? Дочка говорит, спрашивайте у ваших сотрудников. Они сказали, места нету, заберяйте маму домой. Мы не будем, класс, я в больнице. И вот этот момент, этот скорый все кричал, они обязаны положить такого в больницу. Почему не положили в больницу? Говорит, спрашивайте уж своих сотрудников. Проверил давление, говорит, сбегайте этот, принеси этот, от которого сердце. И пока они побежали, пришли, говорят, уже ничего не надо. Налицо халатность, говорит знакомый юрист семьи Азизовых. Он считает, что если бы врачи смогли вовремя установить диагноз и помочь, трагедии бы не случилось. Но причастны ли медики к летальному исходу? Будут разбираться правоохранительные органы. На мой взгляд, причастны целиком и полностью, помимо второй бригады скорой помощи, кардиолог и невролог. На мой взгляд, здесь усматриваются два состава уголовного преступления. Это 124-е, не оказание помощи больному, и 293-е, честная халатность, повлекшая смерть человека. Сейчас это дело находится на рассмотрении в Следственном комитете. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой установлено, что 31 октября текущего года скончалась жительница города Твери в результате надлежащего оказания медицинской помощи. По данному факту, Московским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут проверены все обстоятельства сообщения о преступлении и дана надлежащая юридическая оценка действиям либо бездействиям медицинских работников. Мы отправили запрос на комментарий в региональное министерство здравоохранения. Ответа пока не получили. Но мы будем следить за развитием этой истории.